Насыщенная программа и множество впечатлений ждали делегацию провинции Геан из Социалистической Республики Вьетнам на Ульяновской земле. Обширная культурная программа в первой половине дня и деловая во второй. Не обошлось и без традиционного возложения цветов к памятнику мировых лидеров. Утром к Хо Ши Мину, вечером к Ленину. Взаимодействие Ульяновской области и Республики Вьетнам берет корни еще из Советского Союза. В 1987 году в Ульяновске был открыт бульвар Хо Ши Мина. В конце 80-х годов на наших предприятиях обучались и работали более тысячи вьетнамцев. Многие наши земляки с теплотой называются о тех временах и бюджетах. В планах продолжать плотное сотрудничество Алексей Русских предложил жителям Вьетнама обучаться медицине в городе на Волге, а также регулярно приезжать на родину Лича в качестве туристов. В рамках развития молодежного сотрудничества пригласил вьетнамских партнеров к участию в форуме «Россия БРИКС». Лидеры регионов договорились сформировать план совместных мероприятий по всем направлениям. Затем делегация из Вьетнама отправилась изучать производственный потенциал региона в портовой особой экономической зоне. Состав делегации из Вьетнама посетил одного из первых резидентов, который с 2020 года находится на нашей территории. Это завод акционерного общества «Хольцков Рус», который производит полимерную продукцию, который производит террасную доску, грядочную доску, ограждение, любой погонаж, вплоть до того, что на данной продукции можно нести логотип любой компании. В портовой особой экономической зоне показали делегации еще одно предприятие по производству композитной арматуры, фасадных дюбелей, пластиковых фиксаторах, садовых ограждений. Также посетителям ПОЭС продемонстрировали новый производственный корпус и рассказали про строящиеся объекты. От производства к экспорту в доме предпринимателя партнерам показали весь спектр товаров, которые уже представлены за рубежом. Это более 120 компаний различной направленности, от мебели до сладостей. Сегодня во Вьетнам из Ульяновска поставляется продукция агропромышленного комплекса. Она представлена на маркетплейсах и в павильоне российского экспортного центра в Ханое под брендом Good Food Russia. Бытовая химия, которую можно найти на маркетплейсах во Вьетнаме, в частности на Лазаде. Отдельная схема связана с традиционной российской продукцией. Это ульяновский вкладокобинат, перечень мороженого различного вида, который поставляется в том числе на экспорт. И одно из направлений сегодня и поставка в Китай. И, конечно же, мы хотели бы рассмотреть и наших вьетнамских партнеров. Из Вьетнама в Ульяновск импортируются фрукты, в том числе консервированные и орехи. По итогам 2023 года Социалистическая республика поставила в наш регион 942 тонны продукции АПК на сумму свыше 1 миллиона долларов США. Делегация из республики Вьетнам высоко оценила экспортный и промышленный потенциал Ульяновской области.